Здравствуйте, дорогие наши друзья, уважаемые любители музыки, почитатели детского творчества. Да, именно детского творчества, потому что сегодня мы будем говорить о работе, о деятельности детской филармонии нашего города Улан-Удэ. Вот уже почти 30 лет детская филармония радует своими концертами, своих зрителей. За эти годы многие дети, которые начинали свои выступления в детской филармонии, стали профессиональными музыкантами, стали педагогами музыки. То есть детская филармония, конечно же, дает свои определенные всходы. И вот эта форма детской филармонии, она очень благоприятна для привлечения детского зрителя, юного зрителя в концертный зал, для популяризации музыки, для приобщения юных зрителей к музыке. Потому что, когда на сцене выступают юные музыканты, сверстники в красивых, нарядных концертных костюмах, владеют различными музыкальными инструментами, то, конечно же, для юных зрителей, слушателей, которые приходят на эти концерты, это очень интересно. А вот когда еще выступают сольными концертными программами отдельно учащиеся, то, как правило, приходят на концерт одноклассники. Они всегда переживают за своих одноклассниц или одноклассника или одноклассницы. И, конечно же, гордятся тем, что в их классе учатся вот такие знаменитые, именитые музыканты. Форма концертов в детской филармонии самая разнообразная. Это и отчетные концерты, юбилейные концерты школ, это концерты педагога с учениками, это концерты разной пожарной, хоровые, инструментальные концерты, как я уже сказала, это и сольные концерты отдельных учащихся. И поэтому, конечно же, на этих концертах всегда бывает очень много зрителей. Как правило, в течение одного концертного сезона или учебного года детская филармония дает где-то около 25 концертов. И всегда это, конечно, большая-большая радость. Ну, радость для родителей, радость для дедушек и бабушек, что их дети, их внуки приобщаются к великому искусству музыки и выступают на большой сцене концертного зала Бурятской государственной филармонии или на большой сцене театра, оперы и балета и так далее, то есть на разных концертных площадках. Детская филармония была создана в начале 90-х годов прошлого столетия, в 1991 году, и инициатором создания этой филармонии стал замечательный композитор Виктор Алексеевич Усович, который в ту пору был художественным руководителем Бурятской государственной филармонии. Вот идею создания детской филармонии, конечно же, поддержали все руководители школ и педагоги. И вот огромную помощь потом в работе детской филармонии оказывал Сергей Васильевич Сымикин, который на протяжении нескольких лет был как бы и руководителем, и директором, и администратором, и координатором всей работы этой детской филармонии. Поэтому мы очень благодарны Виктору Алексеевичу Усовичу и Сергею Васильевичу Симыкину. Ну и, коль скоро заговорили о детской филармонии и о Викторе Алексеевиче, то о нем хочется сказать особо, потому что в этом году композитор Усович Виктор Алексеевич отмечает свое 70-летие, свой юбилей. Ему день рождения прошло 16 апреля. И, конечно же, еще в прошлом, в 2019 году уже началась подготовка к большому юбилейному концерту, в котором должны были принимать участие и симфонические оркестры, профессиональные исполнители академического плана, эстрадные певцы, народного плана певцы, потому что Виктор Алексеевич написал музыку самую разножанровую. Это и оперы, это и симфонические произведения, камерная музыка, романцы, песни. Ну и, конечно же, в этом большом концерте должны были участвовать и детские коллективы, коллективы детской филармонии, потому что много музыки для детей написал Виктор Алексеевич. Это детские оперы. Причем детские оперы такие, когда сами дети могут исполнять эти произведения, эти спектакли, так скажем, ставить. И действительно они проходили, это оперы «Принцесса на горошине», «Зайкина избушка». Детские оперы, рассчитанные на исполнение профессиональными артистами, но написанные вот именно по сказкам, и тогда с удовольствием дети следили за развитием сюжета этих опер. Очень много оркестровых произведений, много хоровых произведений написал Виктор Алексеевич. Много он пишет и для отдельных инструментов, ну для фортепиано у него есть циклы, для бурятских народных инструментов. Вот это бурятские народные инструменты, обучение на этих инструментах как-то сейчас возрождается, и репертуара особого не было для детей. И вот поэтому многие наши композиторы, в том числе и Виктор Алексеевич Усович, много пишут для этих инструментов. Это и произведения концертные, это и произведения педагогического репертуара, и очень часто в конкурсах, где выступают эти дети, принимают участие в различных конкурсах, международных или всероссийских конкурсах, они исполняют вот именно произведения, в том числе и Виктора Алексеевича Усовича. И поэтому мы от всей души поздравляем Виктора Алексеевича с его юбилеем, мы очень благодарны ему, желаем ему здоровья крепкого, желаем творческого долголетия, всего самого доброго, и, конечно же, надеемся на то, что будем встречаться еще не раз мы с ним в концертных залах, и будет звучать его замечательная музыка. Ну, а хотелось бы, чтобы сейчас прозвучала замечательная песня о нашем городе, о столице Солнечной Бурятии, о городе Улан-Удэ, которую Виктор Алексеевич написал в соавторстве с поэтом Анатолием Щитовым. «Мой город над Селенгой». Исполняет хор «Колокольчики» Детской школы искусств номер 6 руководитель Верещагина Надежда Александровна. «Мой город над Селенгой» «Мой город над Селенгой» «Мой город над Селенгой» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»